Здравствуйте! Вы на канале Приходите Будет Вкусно! И с вами Кулинарная Лиса. Сегодня мы приготовим нежные и сочные куриные котлеты. Для этого я беру 2 ломтика белого хлеба и отрезаю корочку. Разрезаю его на мелкий кусочек. Затем заливаю 100 мл теплого молока. Теперь займемся грудкой. У меня вот такого размера. Отрежем от нее косточку. Ее я никогда не выкидываю, а использую для бульона. Получается очень легкий и постный бульон. Его я либо съедаю сразу, либо замораживаю для других блюд. Курицу разрезаю на мелкие кусочки и измельчаю в блендере. Курицу измельчаем в блендере для того, чтобы получилась воздушная паста. Таким образом котлеты становятся более воздушные и нежные. Еще нам понадобится среднего размера лук. Его мы тоже измельчаем в блендере. Конечно, вы можете использовать обычную мясорубку, но мне сподручно использовать блендер. Лук соединяю с хлебом и мясом. Солю. Одной чайной ложки будет достаточно. И обязательно использую мускатный орех. Для этого я беру вот такую маленькую терпу и натираю его. Мускатного ореха много не нужно, в нем содержатся ядовитые вещества. Все как следует замешиваю. И снова отправляю в блендер. Мне так больше нравится. Получаются еще более воздушные и сочные котлетки. Выкладываю все в миску и оставляю в сторонку. Теперь займемся начинкой. Нам потребуется твердый сыр. 70 грамм будет достаточно. Я его тоже натираю на мелкой терке. Вот так. И беру банан. Все волокна у банана тоже убираю. И нарезаю его на кружочки. А затем еще на четвертинку. Ну а теперь самое интересное. Приступаем к формированию котлет. Здесь я покажу вам два способа. Когда руки не смочили водой. Вот видите, фарш сильно прилипает к рукам. И это очень неудобно. Формируем такой пласт. Затем кладем сыр. Смотрите, немного. А на сыр выкладываем банан. Сверху сворачиваем все в шарик. И формируем в котлетки. Теперь я показываю вам, если руки смочить водой. Вот видите, фарш уже совсем не прилипает. Также формируем пласт из фарша. Выкладываем на него сыр. И банан. Занятие очень веселое. Формируем шарик. Если где-то у вас появляются дырочки, замазывайте их фаршем. Старайтесь брать столько фарша, чтобы котлетки получились одинаковыми. Затем в сковороду наливаем горячую воду и выкладываем котлеты. Из такого количества фарша у меня получилось 6 штук. Конечно, вы можете взять больше. Соответственно, удваивайте все остальные ингредиенты. Вот, наши котлеты готовы. Они получаются очень вкусными и нежными. Я их уже пробовала и знаю. Сейчас я вам покажу, как они выглядят внутри. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. У меня всегда много интересных новых рецептов. Видите, какие котлеты получались пышными и воздушными. Как суфле. Такие котлетки наверняка очень понравятся вашим деткам. Приятного аппетита! Готовьте все с удовольствием!